Только наша ленность. Первым признаком начинающегося здравия души является, наконец, видение своей греховности, который в нас, естественно, есть. Сам дрянь дрянью, а всё твердит, я не такой, как прочие люди. Нравственный закон взаимной любви – вот что делает человека причастником Церкви, её членом. Алисей Ильич, вы не могли бы комментировать, разницу между образованием и просвещением, которую у нас сейчас, так сказать, немножечко подталкивает. У нас на сегодняшний день даже Министерство уже просвещения, а не образования. Будьте добры, пожалуйста. Никак не могу подчеркнуть эту разницу, потому что фактически это два слова, которые употребляются в качестве взаимозаменимых. Образование должно просвещать, но просвещение состоит в образовании. Так что здесь, я думаю, что едва ли мы можем придавать особое значение к этой терминологии. Это несущественно. Но идея-то, конечно, просвещение – свет в образовании, образ, ну, вы понимаете, одно и то же, конечно. Но я вам скажу, что без обращения внимания на мировоззренческую основу нашего будущего образования мы ничего не сделаем. Мы воспитаем нигилистов. Нигилистов просто. Людей безразличных ко всему на свете, кроме от сиюминутных этих интересов. И это будет, конечно, беда. Это будет удар по нашему народу. Но я вам скажу, что в этом отношении этот удар делается и ниоткуда-нибудь. Вот сейчас не назову фамилии, уж нехорошо называть, я не люблю как-то называть, но назову суть дела. Очень известный психолог, современный, в настоящее время, здравствующий, да, психолог, выступает популярный, кстати, выступление которого, ну, по крайней мере, многие интересуются, то вы знаете, что проповедует? Я вот специально это взял. Называется её тема одной из её лекций. ТОП-6 устаревших идей, которые мы до сих пор внедряем в головы детей. Какие же это устаревшие идеи, которые внедряем в головы детей? Оказывается, говорит, иметь профессию, стремиться иметь профессию. Что за странность? Оказывается, совсем это не нужно. Не нужно к этому стремиться. Пример приводит она психолог. Ко мне обращаются родители. Вот наш мальчик никак не хочет учиться. Почти не ходит в школу. Что пишет? Она от она. Я иду в эту семью. И что узнаю? Оказывается, мальчик сочиняет музыку для компьютерных игр. Зарабатывает примерно 3000 евро в месяц. Востребован в Австралии и Канаде. Где-то ещё. И почему-то он не хочет, не ходит в школу, не хочет ходить в школу. И недостаточно усердно читает роман «Война и мир». Вы слышите, оказывается? Мальчик уже зарабатывает. А что ещё нужно? А что ещё нужно? Вы слышите? Психолог! Да это и что! Эти какие вещи! А, например, одно из недоразумений, когда приучают детей к бережливости. Это ужасно! Она прямо пишет, что это ужасно! Это, как выражается, сегодня нерелевантно. В современном мире чаще просто поменять какую-то вещь, чем трястись над тем, чтобы её не порвать и не испачкать. Если у вашего ребёнка в школе есть форма, купите в три раза больше одежды, чем ему нужно объективно. Психолог! Ах, вы слышите? Это что, каждый может купить в три раза больше? Это что за советы такие? А, например, нужно... Одно из заблуждений великих. Нужно всё делать хорошо, качественно. Это заблуждение. Задача в современном мире, наоборот, прямо противоположная. Уметь ловко и быстро определять, что мы делаем хорошо, что мы делаем приемлемо, а что мы делаем тяп-ляп. Необходимые компетенции – это ранжировать задачи. Что нужно делать на совесть? Что нужно делать на уровне – сойдёт. Что нужно делать? Лишь бы отвязались. ТОП-6. Одно за другим. В этом... Я эту лекцию смотрел, прослушал. Ни слова... Ни слова о том... О какой-то товариществе. О взаимопомощи. О совести во всех делах. О справедливости. И уж не говорю о Боге. Вообще ни слова. Ничего. Этого, оказывается, не требуется. Образование. Услышите, какое образование? Больше ничего не нужно. Он 3 тысячи евро в месяц зарабатывает, сочиняя музыки. А вы его в школу ещё гоните. Слышите, смысл жизни какой? Зарабатывает. А дальше что? Как говорил Людовик, по-моему, какой-то 14-й или 15-й. Да. А после нас – хоть поток. Вот это смысл жизни. Это изумительное образование. Это воспитание. Боже мой! Я почему привожу этот пример? Потому что это авторитетное. Авторитетный психолог. Я помню, читал лекции в одной школе. Так там даже задают вопрос. Как же? Как же? Вот она же говорит. Об этих вещах. И мы выслушаем, и едим эту гадость. Вот так. Если мы требуем от ребёнка всё делать качественно, у него не будет шанса стать в чём-то лучшем. Не вздумайте воспитывать ребёнка, чтобы он старался исполнять всё наилучшим образом. Это заблуждение оказывается. Это оказывается ничто иное, как отживший взгляд наших бабушек и дедушек. Образование? Образование. Откуда такие являются? Эти идеи прямо нам, вы знаете, насаждают. Это какие-то агенты. Развратить наш народ, буквально. Развратить наших детей. Вот, оказывается, каким может быть образование. Да избавит Бог. Скажите, пожалуйста, вот как вы видите данную нашу современную ситуацию, чтобы переломить формирование мировоззрения, и восстановление образа Христа в человеке, или Бога в человеке. Ну, нам вот достаточно будет вот таких встреч, людей интересных, что мы сейчас слушали, принимали, воспринимали, что-то могли дальше, ну, с полученным делать. Или все-таки это будет тупиковая ситуация, когда это будет уже беда, проблема, когда это будет уже, ну, как бы безвыходная ситуация. Как вы видите? Спасибо. Я учился в советское время. Атеистическое время. Единственное научное мировоззрение. Единственное научное. Помню один случай, который врезался в память. У нас был учитель астрономии, у нас был предмет астрономии. И вот однажды он нам прочитал такую лекцию, он весь класс закричал. Так что? Значит, Бог есть! Он улыбнулся и ничего не ответил. Мы на своих предметах, неважно, какой мы предмет преподаем, если у нас есть этот огонёк, то нужно было всегда найти, найти минуту-другую, чтобы поговорить с ребятами на эту важнейшую тему. Зачем мы живём? Какой смысл? И при каком условии только мы действительно можем стать человеком? Ведь в советское время сказал – и всё! Никаких им претензий, я думаю, и не было. Хотя в то время же сказать что-нибудь религиозное. Вы что вы? Я помню, написал сочинение, раскритиковал Базарова. Разнёс его в пух и прав. Боже мой, что творилось! До директора школы дошло! Как же? В учебниках написано же наоборот. Это положительный герой, а тут пишет мальчишка, отрицательный герой. Ну, куда это годится? Ну, и куда не годится? Это первое. И второе. Значит, первое – находить минутку. Минутку-две. Второе – ещё более важное. Ничего мы не сделаем, если сами не будем иметь аргументов, по которым мы считаем, что нужно поступать вот так. Вы сказали о христианстве. Хорошо. Вы слыхали, что я сказал студенту? Бог? Какой Бог? А откуда ты взял, что он есть? Христианство? Какой стати ты считаешь, что оно лучше? Слышите, если мы родители, мы педагоги, если мы сами в себе не имеем оснований, оснований, я говорю, аргументов, то что же мы скажем своим детям и учащимся. А почему верите в Бога? Ну, что? А, бабушка-дедушка воспитали. Спасибо. Я не такой. Вот так. Вот это вторая задача важнейшая. Если мы действительно хотим, хотим что-то сделать для будущего нашего народа, для этого поколения, которое подрастает, нам надо прямо, вот, прямо заняться немедленно. И вот эти основные вопросы о Боге, о Христе, о православии прямо не просто говорят «я верующий», «я православный», да и что пророку. Бесы тоже веруют, кстати. Бесы тоже веруют и трепещут. Вот так. Это же не меняет ситуацию. Это аргументы. А для этого нужно обращаться к нашим батюшкам. Они учились. О, пусть они вам скажут. Пусть они вам подскажут. Подскажут вам литературу какую-то, которую нужно прочитать. И тогда мы с знанием дела уже можем говорить и обращаться к подрастающему поколению. Мы будем тогда их образовывать. Вот так. Скажите, пожалуйста, вот я совершенно права с вами, что все начинается с семьи. И фундамент, по которому вы говорили, все закладывается в семье. То есть школа – это мостик от семьи вот к этому фундаменту. А вот в наше время, как вы думаете, почему институту семьи столько мало уделяется времени? Вот вообще институт семьи, как таковой, вот на базе нашего государства, оно работает, функционирует. Потому что, да, это прекрасно, что вот мы призываем к духовности на своих уроках, в массовых мероприятиях, во внеурочной деятельности. Но вот, к сожалению, из моего опыта 50% родителей это принимают, а 50% говорят, а зачем вы навязываете это моему ребенку? И вот тут вопрос семьи, вот института семьи, на мой взгляд, стоит очень-очень важно. К сожалению, мне кажется, что вот институт семьи на данном этапе у нас в плачевном состоянии находится. Как вы на это смотрите? Мы опять возвращаемся к чему? Каким образом создается институт семьи? Если мы в школах сейчас и в семьях начинаем воспитывать лидеров, а это сплошь и рядом. Я позапрошлым году был в Риге, и там начальник как раз отдела рижского, который заведует как раз проблемой прав ребенка и детей, как раз взывал и говорил, что мы делаем, родители? Вы с ума сошли? Вы воспитываете лидеров? Так вы понимаете, что если все будут лидерами, а все прочие кем будут? Кем они будут? Изгоями? Лидеры в лучшем случае, они иногда рождаются и невольно, им не надо ничего, не воспитывать ничего, просто рождается свойство, есть такое и всё. Суворов родился вот таким гением, полководцем, и всё. Разве вы думаете, что он научился, что ли? Что не потерпел ни одного поражения? Ну, конечно, нет. Он родился. Так и здесь. Когда мы воспитываем лидеру, что ещё ждать? А когда два лидера эти сходятся, брак, что начинается? Что начинается? Кто может помочь этим лидерам разобраться, кто же всё-таки у них станет лидером? Да невозможно. Пожар и разрыв. Я вам скажу, что никакое государство здесь в этом отношении не поможет. Тем более надо учесть, что пока ещё был кордон так называемый, и когда ещё не было этого интернета, ещё можно было в какой-то степени сохранять устои, устои прежнего воспитания, и прежней морали. Теперь всё открыто. Граница сломлена. Вся грязь и вся гадость, которая только есть на свете, она, может быть, и, пожалуйста, использована любым нашим человеком. Поэтому задача уже к чему сводится? Чтобы родители и доказательствами, и своим личным примером, своей личной жизнью могли действительно что-то сделать, сделать, чтобы их ребёнок был действительно человеком, а не игрушкой в руках вот этих мод и веяний, которые идут к нам с этих гадких ветров. Я другого не вижу. А что государство может сделать? Ну, говорят, да, не разводитесь. Ну, и больше половины разводят. Ну, что мы можем приказать не разводиться? Ну, смешно! Смешно! Вся суть-то в нравственной нашей основе. Наше самолюбие. Христианство говорит, что нужно бороться своим эгоизмом, своим самолюбием, тщеславием и гордостью. Бороться надо, как с любой гадостью. А мы напротив проповедуем. Человек – это звучит гордо. Ну, слушайте. Это всё зависит от нас, поэтому я вам скажу. Не нужно рассчитывать на какие-то акции сверху. Мы должны делать каждое своё дело на своём месте. Вот дал Бог нам вот этот квадратик нашей деятельности. О! Здесь нужно его очищать максимально, насколько это возможно. Мне кажется, только на этом пути можем что-то сделать. надеяться на какие-то государственные инструкции. Это утопично и просто нереально это. Поэтому будем сами делать то, что можем. В чём смысл вашей жизни? Моей жизни? Моей жизни? Моя смысл жизни? Дай Бог! И как мне кажется, что ни наюты не отличаются от того, о чём говорит христианство. Я бы хотел, хотел, я не говорю, что есть, да избавит Бог, но я бы хотел быть христианином в той мире, к которому это призывает нас Евангелие. Хотел бы быть. То есть, что это значит? Мне очень хочется никого не осуждать. Ловлю себя постоянно на этом. Ловлю себя постоянно. Все я смотрю вокруг меня. Ну, я один хороший, как я уже вам говорил, лучший в мире. Все хуже. Причём осуждаю, ловлю буквально себя, ловлю снизу доверху. Господи! Неужели ты не понимаешь, глупый, глупый, что ты делаешь? Когда ты осуждаешь, то что ты делаешь? Я бы такого не сделал. Слышите, кто я? Ты слышишь сам, что ты делаешь-то? Ты бы не сделал. Поставь тебя на их место, ты, наверное, в тысячу раз ещё хуже бы сделал. Ну, и так, христианская смысл жизни в чём? Первое. Два. Первое необходимое. Увидеть, сколько в себе гадостей. Где они? Вы знаете, чем отличается нравственность от духовности? Нравственность – это вещь очевидная. Это очевидная. Не убивать, не грабить, не обворовывать, не нарушать законы. Да, слушай, с этой точки зрения, вы знаете, очень много у нас святых, прям, не знаю, только канонизировать осталось. А духовность что такое? А духовность что такое? Это то, что скрыто в моей душе, и никто не видит. Сколько во мне лукавства, лицемерия, зависти, тщеславия, алчности. Никто не видит. Я никому не покажу никогда. Я же хороший. Ну, что вы? Я напротив буду только себя показывать с лучшей стороны. Кстати, когда меня спрашивают, расскажите о себе. Я говорю, ой, с удовольствием. Я лучший в мире. Вы же услышали уже это. Считает, вообще даже по-христиански стыдно даже начать о себе я вот такой, сикой, и немазанный рассказывать. Почему? Потому что никогда я худого о себе не расскажу. И даже когда я что-то худое, я всё равно покажу, насколько я всё-таки лучше. Так вот, духовность в чём состоит? В этом внутреннем мире моей души, который никто не видит, кроме меня. Редко когда прорывается. Вспомните Достоевского у Нижней оскорблённой. Как там, по-моему, генерал говорит, кажется, а если бы только открылось то, что совершается в моей душе, и никто не видит, что я никому не говорю, ни знакомым, ни друзьям, ни в своей семье, что от самого себя даже скрываю, о, если бы только это открылось, то привожу слова Достоевского, то нужно было бы и миру всему задохнуться от этого. О, духовность и нравственность! А мы иногда удовлетворяемся нравственно. Что такое нравственно? Господи! А весь чем пронизан? Так вот, вы говорите, с чем? Вот я, ну, не то, что мечтаю, а я просто понимаю, что я совсем не тот, кем должен быть. Это великое дело. Потому что если я вижу себя хорошим, то мне уже не к чему стремиться. Я уже хорош. И вот только другие, к сожалению, этого не понимают и постоянно меня задевают. Постоянно. Никто не ценит. Это ужасно. Кстати, Иван Васильевич Киреевский, я бы очень советовал, вы знаете, вот его его работа. Его работа. И одна просто его замечательная работа, его, он говорит так, о характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. Иван Васильевич Киреевский. По характере просвещения Европы, его отношении к просвещению России. В частности, он там делает такое наблюдение интересное. Говорит, чем отличается западный человек от русского или русский от западного? Следующим. Он пишет. Причём, учтите, он великолепно знал. Он учился, если хотите, у Гегеля. И был одно время просто настоящим гегельянцем. Бывал у него дома, гонял с ним чаи, рассуждал о всех философских проблемах. Так вот, поэтому я почему говорю, чтобы не думали, что то, что он говорит, что это было просто, знаете ли, взято откуда-то. И он что пишет? Западный человек всегда доволен самим собой. Русский человек, напротив, чувствует свою недостаточность. Он видит, что он не то в нравственном смысле. Вы поймите, в нравственном речь-то идёт на образовательном уровне, а в нравственном он всегда видит, что он не то. Русский всегда видит, что не тронь, а то пойдёт вонь. А западный доволен. Кстати, в этом я убеждался тысячу раз на этих конференциях, международных конференциях и будучи там, в Европе и всё это это. Выскакивает мальчишка 20 небольшим лет и поучает нас, нас сотни сидят, людей вот так, десятки и сотни. Каким нужно быть? Каким же? Таким, как он. Мы только никак не понимаем, каким надо быть. А у нас действительно в нашей душе ещё сохраняется вот этот элемент, я бы сказал, здорового смирения, то есть понимания, объективного понимания себя, что я совсем ещё не тот. Так вот, вот это осознание того, что есть ещё не тот, открывает человеку перспективу к чему? К активности, к тому, чтобы всё-таки избавляться от этого. И задача христианской жизни в том и состоит. В чём? Вы думаете, в том, чтобы стать вот прям хорошим? Это утопист. В борьбе за это хорошее. Как сказал Христос, Царство Божие приобретает усилием, берётся, услышите, усилием, и употребляющие усилия получают его. Борьба за свою душу. Вот цель и смысл христианской жизни. Алексей Ильич, 8 октября в Государственном университете Герцена проходила всесоюзная научно-практическая конференция, посвящённая вопросам и подведению итогов преподавания предмету РКСС и ОДНКНР. И вот в первой части в пленарном заседании выступали учёные-мужи, философы, теологи, и они говорили о том, что они считают возможным оставить только два из шести модулей предмет РКСС, только два, светскую этику и мировые религиозные культуры, что не нужно выделять в отдельные модули, что нужно на равных преподавать и исламскую культуру, и буддизм, и православие. И были высказывания о том, что родитель, верующий родитель, он сам решит, где и как образовывать своего ребёнка, именно его становление в вере, он сам примет решение, где это будет происходить. И говорилось о том, что воскресные школы это их предназначение. А вот ваше мнение по этому вопросу. И второе, я хочу сказать, что в рамках этой же конференции был мастер-класс «Мировые религиозные культуры». Была заявлена тема «Семья», и педагог показал формы, методы, приёмы работы, именно как нужно преподнести сравнительный анализ семьи в четырёх мировых религиях. И я вот, находясь там, присутствуя, мне было тяжело, когда мы проводили этот анализ, мне было очень тяжело, информативно тяжело и морально достаточно тяжело, когда говорили о многожёнстве. И теперь вот я задаюсь сама вопросом, а как же, как же это дети, вот этот курс «Мировые религиозные культуры» в 34 часа за один год. Вот смысл моего вопроса вот такое ваше отношение к этому и к курсу «Мировые религиозные культуры», и к тому, что хотят убрать именно основы православной культуры, ислама, буддизма. Спасибо. В отношении светской этики я уже говорил, что я никак не могу этого понять, о чьей светской этике может идти речь. Я никак не могу. Вот хотите, сейчас я вам зачитаю хотя бы несколько этих светских этик, которые всё проистекают из кого? Из той или иной философской концепции. Вот, к примеру, аналитическая философия, философия вульгарного материализма, марксизма, философия жизни Ницше, экзистенциализм атеистический, то есть, по-видимому, значит, светский, если атеистический, это Камью, Сартер, Хайдегер, вот эти, интуитивистская философия, неокантианская, позитивистская, неопозитивистская. Итак, о какой светской философии идёт речь? Слушайте, нам такое сделали, что просто диву даёшь! Поэтому я удивляюсь, когда, как вы сказали, учёные-мужи и вдруг таким бросаются термином, как светская этика. Ну, чья? Марксистская? Скажите! Марксистская, ленинско-сталинская, ну, так и говорите! Ницшеанская, давайте! Говорите! Или какая светская этика? Что значит светская этика? К сожалению, видите? Ух, как это, как ловко! Это действительно какие-то умницы! Раз, светскую и все! И мы все светские! В отношении религиозной, в отношении религиозной или мировых религий, или мировых культур, я вам скажу так. Я считаю, да, было бы очень здорово, очень хорошо, чтобы молодой человек познакомился беспристрастно с объективным изложением религиозных требований каждой религии, ну, в конкретном вопросе семьи или каких-то, неважно, суть и дело, чтобы он познакомился, что это такое, но главное не семьи, а смысл жизни, каков смысл жизни в каждой религии, вот, и чтобы его обозначить, и хорошо бы, чтобы читал специалист в каждой этой области, вот мусульман, чтобы и прочитал бы какой-нибудь муфти, так же, как православный, хорошо, пусть прочтет православный какой-нибудь философ или богослов, богослов и так далее. Я считаю, это действительно очень полезно, а уже выбор, выбор, и главное воспитание, конечно, должны делать родители. Родители. Вот когда нам насаждают светскую этику, вот тогда мы говорим, с какой стати? Почему это? Какое мы должны сделать? Это всё понятно. А здесь, да, а здесь мы должны получить, наши молодые люди, представление, объективное представление о каждой религии. и это было бы очень хорошо. Вот, например, есть предмет религиовведения, и его задача как раз в этом состоит, чтобы дать абсолютно бесстрастное изложение. Я его, кстати, читаю, но в Московской духовной академии, и я говорю, что в академии этот предмет должен читаться совсем по-другому. по-другому. А как же по-другому? А так, поскольку это наша православная духовная академия, то здесь мы должны рассматривать все другие религии с православной точки зрения и показать, в чём же действительно мы видим преимущество, что ли, православного взгляда, православного понимания смысла жизни, православных нравственных начал жизни, православной духовности в чём? В чём как? Объективно показать. То есть здесь в духовной академии мы можем давать уже оценку с православной точки зрения. В светских учебных заведениях мы этого никак не можем требовать. Там должно быть только бесстрастное изложение. Вот видите, так учат, так учат, так учат. Так же, как я скажу, вот Ницше смотрит так. Нравится вам или не нравится уже? Ну, как хотите. Это вопрос другой. Марксизм говорит так. Вот таким образом. Конечно, выбор уже мировоззрения, он определяется в огромной степени родителями, какими родителями. Не теми, кто за ручку водит в храм или туда, а те, кто объясняют, доказывают, обосновывают, занимаются с ребёнком. Вот тогда воспитается уже человек твёрдых убеждений. Честь ему и хвала. А когда он православный только потому, что у него там мама, папа или кто-то такой православный, по традиции чепуха это всё. Это легко ломается и уносится всё так, как это случилось уже в начале XX века перед революцией 1917 года. Вы знаете, что писали наши святые о том, что происходило в эти вот 900-е, 910-е годы? Что происходило? Все представить не можете, до чего дошёл, до чего уже... Ну, довела это пропаганда, конечно, когда Ян Кроштадский просто кровью обливается моё сердце о том забвении Бога и православия, которое я вижу в нашем народе. А наши иерархи что писали? Если бы вы только послушали, я не буду, что они писали? Вывод их какой? Что скоро и народ уже не пойдёт к нам. Потому что мы перестали, перестали, и обосновывать, и показывать пример собственной жизнью. Вот так. Так что не расстраивайтесь этим. Светское и должно оно быть вот таким образом бесстрастное изложение. А вот на семьи, на родители возлагается полная ответственность за нашу молодёжь. Мы, родители, виноваты. Не объясняем, не доказываем, не обосновываем не даём образования в семье, которое крайне необходимо. Вот так, я считаю, нужно делать. Так что не расстраивайтесь. Я, если можно, начну с афоризма. Есть такой замечательный философ и учёный Эпикур, который однажды сказал, «Если Бог желает предотвратить зло, но не может, то Он бессилен. Если может и желает, то откуда берётся зло? Если не может и не желает, то какой же Он Бог? Скажите мне, пожалуйста, кто есть Бог? Что есть Бог? Зачем Он нужен нам в современном мире? церковь и вера это одно и то же или это разные немножко структуры? Спасибо большое. Спасибо. Вот это уже интересно. Это совсем другое дело. Начну с конца, видимо, что церковь это та реальность, с которой мы сталкиваемся и в её задачу входит только выражение того, выражение того откровения, которое Бог давал человеку. Но это человеческое общество, и поэтому оно может выражать это в разной степени от ста процентов до не только нуля, а до минус даже. И мы видим это в некоторых христианских образованиях, как, например, видим в католицизме, который дошёл до того, что вот мы только недавно говорили, легенда о великом инквизиторе. Пожалуйста, до чего дойти? Мы не с тобой, а мы с ним, с ним антихрист. Сейчас то, что сейчас делает Папа Римский, например, Франциск, какие у него выступления, какое посмотрите, обратите внимание, какое фарисейство невероятнейшее. Евангелие говорит, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, а он перед всеми телекамерами мира умывает ноги беженцам и целует их. Ну как? Вы поняли? Кто? Что это такое? Так что церковь нельзя смешивать и с Богом как таковым. Церковь – земная организация. Я понимаю, о чём вы говорите, именно о земной организации говорите. И здесь она может в разной степени исполнять ту миссию, которая ей действительно поручена Богом. А в отношении же того, кто такой Бог, в отношении того, что кто такой, действительно, об этом стоит действительно поговорить. Само понятие Бог, учитывая многообразие религиозных воззрений, не имеет однозначного содержания. Поэтому в данном случае мы должны говорить только о том, какой религии понимание. Вам приведу два примера. Вот я неоднократно участвовал в диалогах с мусульманами Ирана. Там даже в Тегеране. Так? И я помню, когда мусульмане нам заявили высшим свойством, высшим достоинством, если хотите, Бога является справедливость. А мы говорим, нет, что вы! Если Бог был бы справедлив, то нам бы, наверное, и одного мига просуществовать бы невозможно было. Как? Почему? Почему? И пришлось говорить, почему? Что у нас в душе творится? это Бог может потерпеть, скажите, когда мы лукавим, лжом, лицемерим, завидуем, похотствуем, галщ, жадничаем и так далее. Мы же должны быть уничтожены тогда. Или, по крайней мере, тут же наказаны были так, что, я не знаю, взвыли мы. Слышите? Я вам пример привожу. Вот мусульманское понимание. Да, Он милостивый, всемилосердный, но, извините, Он каждому вас даст, как держитесь. Христианство же говорит, что высшие категории, если можно так вырыться, являются не справедливость, а любовь. И если бы не был Бог любовью, то вообще бы и бытия не было. Поэтому, когда мы говорим о том, кто такой Бог, обратите внимание, мы подразумеваем это существо. Нет! Что же написано? Бог есть любовь. Простите, но любовь – это же чувство, это же духовное переживание. Мы же все знаем, что такое любовь, правда? Когда я люблю, я знаю, что это такое. Это же чувство, не правда ли? Которое выражается и в моих деяниях, в моем отношении. Когда я люблю человека, я так отношусь, когда не люблю. Иначе. И слышите, вдруг поразительная вещь – Бог есть любовь. Не существо на какой-то планете, подобное нам. А это, оказывается, что? Любовь – это какое свойство? Если хотите, это духовное свойство. И этим самым христианство выражает ничто иное, как что выражает языком, если хотите, физики. Любовь, которой есть Бог, есть абсолютный закон нашего бытия. Подумайте только, что будет, например, если я прекрасно знаю о том, что существует закон тяготения, тяготения. Так, но я смотрю, как летают птички, я нахожусь на пятнадцатом этаже и полечу с пятнадцатого этажа. Ах, кончил жизнь самоубийством. Пуле низкого этажа. Ах, поломал руки, ноги. Христианство будет абсолютным законом бытия, любовь. Всё, что ты совершаешь против любви, ты вонзаешь нож в кого? В себя. Ты, кажется, делаешь зло другому? Нет! Другому ещё извини, делаешь ты или нет. А себе ты вонзаешь нож в самого себя. Абсолютным всесовершенным законом нашего бытия является любовь. Она – это абсолютная любовь, которой подчинены все прочие законы. И так называемой справедливости всё подчинено этому. Вот Он, Бог. Это прежде всего любовь. Вы знаете, что? Вот мы к этому привыкли и не изучали, поскольку с богословием мало кто знаком. А я вам скажу, может пригодиться. Это невероятнейшее, потрясающее открытие в области религиозной. Никто никогда этого не знал и не ведал. Приносили жертву, молились Богу, чтобы Он смилостивился или дал нам что-нибудь. Это как человеку. А что это, любовь какая? Он дождит на праведных и неправедных. Подумайте только! Посылает солнце праведным и грешным как закон тяготения одинаков ко всем, так Он ко всем. Но какой закон? Закон любви, по которому, даже когда наши ужасные какие-то преступления и делают, и тогда это по закону всё это устраивает так, чтобы для человека находился выход в лучшую сторону. Вот, оказывается, кто такой есть Бог православный. А буддизм возьмите? Нет. Или индуизм? Карма. Что такое карма? Если хотите, что такое карма? Это? Это что-то? Это Бог? Нет. Это бездушный закон причинно-следственных отношений. И больше ничего. безусловный, абсолютный. Закон, как машина, она железная, так? Она что, душа имеет? Нет. Но она работает, как часы, например, эти хорошие часы, они же исправно ходят, правда же? Но вы же не скажете, что там есть душа. Так и закон кармы. А мы говорим, а любовь это не просто исправно, это, вы смотрите, чувство, это состояние, значит, состояние, у кого может быть только? У личности. Бог есть любовь, это есть личность, причём именно исходя из неё, весь этот мир потрясающий, чем характеризуется, прежде всего, удивительной красотой. Это удивительная красота, что бы мы ни посмотрели, но женщины все знают, что такое косметика. А знаете, что говорил Пифагор? Пифагор! Космос! Красота! Вот что ведь он сказал! И к чему бы мы ни обратились, возьмите природу! Действительно, всюду красота, которая чарует, очаровывает. Вот кто есть Бог, первичная красота, являющаяся источником всего этого бытия. Зло откуда? Очень просто. Нельзя летать с 15 этажа. Закон же тяготения. Неужели не понимаете? Поэтому божественные заповеди – это что есть? Это, ну, эти приказы? Законы? Какое неразумие! Это предупреждение любви! Не делайте, пожалуйста, вы этого! Не ходите по гвоздям, которые торчат босиком! Вы себя пораните! Не завидуйте! Не лгите! Вы себя раните этим! Учтите грех! Это что такое? Это рана, которую... Кто наносит мне? Бог мне ломает руки, ноги, когда я выпрыгиваю оттуда! Я! Грех – это рана, которую я наношу себе! Бог предупреждает! Предупреждает! Не завидуй! Ну, что ты! Что у другого человека так хорошо, а ты зеленеешь весь! Видишь? Уже страдаешь! Не греши, если... И в какой степени ты сможешь не грешить? В той мере ты только себя обезопасишь от всякого уродства, от ран, от настроения, от всего негодного, что только может быть! Вот это такой Бог! Он, оказывается, есть любовь! Он есть личность! Он есть творец! Вот проистекает откуда! Ещё раз повторяю! Это величайшее открытие Христа, который сказал, что Бог есть любовь! Никогда этого никто не знал! Вот что! О страдании и скорби – вот откуда! Он говорит, не ходи по гвоздям! А я говорю, Господи, ты знаешь, как пяточки, помните, как коробочка говорила Чичкова? Помните? А не почесать ли вам пяточки на сон? Он вечером – мой покойный супруг очень любил это! Ну, Чичков, как вы помните, всё-таки отказался от чесания пяток! Да! Ну, а мы не отказываемся и прям по гвоздям шлёпаем! Прям по гвоздям идём! Лжом, лукавим, ненавидим и так далее! И потом говорим, ах, откуда это такие страдания? Откуда наши беды? Я пью, и у меня вдруг цирроз печени! Ой, куда только Бог смотрит на это! Вот откуда всё это проистекает! Но эта тема очень интересная и не только полезная, даже полезительная! Спасибо вам за вопрос! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ